Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Марии Новгородовой и Николай Слепцов у микрофона редактор Сергея Лана Антонова. Варикозное расширение вен — это одно из наиболее распространённых заболеваний во всём мире. На сегодняшний день оно внесено в список болезней цивилизации. Так, варикоз, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, встречается у 35% женщин и 20% мужчин. А в нашей стране официально зарегистрировано около 40 миллионов человек с различными формами заболевания варикоза. Каковы причины этого недуга и можно ли его избежать? Что будет, если вовремя не обратился к врачу? Итак, сегодня, дорогие друзья, мы будем говорить о варикозном расширении нижних конечностей, его диагностике и методах современного лечения. Итак, давайте познакомимся с гостями нашей студии. Это главный врач клиники «Варикоза нет», хирург-флеболог Сулайман Кимсанович Конгилдеев. Здравствуйте. А также сердечно-сосудистый хирург Бигзот Сафович Базоров. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭТИМ Сахарадета. Напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, а первый вопрос я хотела бы задать главному врачу клиники «Варикоза нет». Расскажите, пожалуйста, о своем лечебном учреждении, как давно оно появилось и работает в нашей республике. Пожалуйста. Наша клиника «Варикоза нет» открылась в 2021 году весной в апреле, то есть уже скоро будет нам два года. Мы являемся филиалом сети всероссийских клиник, то есть у нас по всей России около, если мне память не изменяет, больше 50 клиник. Мы являемся одним из филиалов этих сетей, работаем без выходных с 8 до 8. Наша клиника является узкоспециализированной клиникой, занимаемся только «Варикоза». То есть узконаправленная деятельность, получается, да? Я знаю, что клиника, конечно же, лицензирована, и ее регистрационный номер L-O-41-111-29-18-003-607-91 от 19 марта 2021 года. Понятно, что когда люди обращаются в больницу, прежде всего они идут к специалистам, да? Поэтому я бы хотела попросить вас рассказать о врачах, о тех, кто работает в вашей клинике. В нашей клинике работает, у нас хирургическое направление, конечно, работают врачи. У нас три врача-хирурга вместе со мной, у нас сердечно-сосудистый хирург Бигзат Сафович и еще два врача-хирурга-филибологов. Филиболог – это такой относительно современный термин. Филибологом называют врача-хирурга, который занимается варикозом, именно венами нижних конечностей. Ну, конечно, у нас есть терапевт и медсестры, которые нам помогают, администраторы, директор нашей клиники. Ну, такая довольно компактная клиника, из-за того, что мы узкой специализацией занимаемся. А много ли у нас вообще в Якутии хирургов, именно филибологов, тех, кто занимается варикозным врачами? Ну, вообще, именно на филиболога делиться начали буквально недавно. До этого, да и в наше время, например, в отдаленных районах варикозным проблемам занимаются общие хирурги. Ну, у нас в городе Якутии, конечно, филибологи есть, помимо нас. Ну, именно кто венами занимается, их немного. Ну, я боюсь ошибиться, но, насколько я знаю, их где-то 7-6 человек. Хорошо. Давайте теперь обратимся непосредственно к теме нашего разговора, да, и поговорим о самом заболевании. Вообще, как давно люди узнали о варикозе? Варикоз – это заболевание, болезнь века. Одну четвёртую часть населения России страдает варикозной болезни. В мире одну третью часть населения страдает варикозной болезни. Как давно узнали варикозы? Варикозы – это есть мнение хирургов. Из-за прямохождения человека появился варикозная болезнь. А животные не страдают варикозной болезни, например. Когда они обнаружили, ещё в деревне Египта обнаруживали, не то, что они обнаруживали, они пытались даже лечить варикозные болезни в деревне Египта. Они пытались лечить, хотели, они пытались сжечь эти варикозные вены металлическими инструментами. И они оставили рукописи, что травами они лечили. А после них в Греции наш соотечественник Гиппократ, он также занимался варикозной болезни, он предложил пунктировать эти варикозные вены и локальную компрессию. Он хотел создавать компрессию в варикозной шишке, хотел давить. И с этим он пытался лечить варикозные вены. А после него деревня Римли тоже предлагали лечить варикозные вены с помощью крючка. А также Цельс, это деревня Римли, он первый удалил эти варикозные сосуды с помощью крючка. Но в тот момент Галлен тоже делал эту операцию. То есть варикозные сосуды они удалили с помощью крючка. Когда удалили, тогда не было ещё антисептика. Операции проходили не все удачно, и бывали осложнения, и пациенты погибали из-за отсутствия антисептика. И не знали анатомию, не было ещё известно гистологию. А после них ещё Авиценна, это известный в XI веке известный врач, он тоже пытался лечить. Он лечил варикоз, он также намотал эти варикозные вены с помощью бинта. То есть компрессию создавал. А компрессия в данный момент сейчас тоже является для профилактики варикозной болезни, и плюс для реабилитации после операции. Мы применяем как раз компрессионный трикотаж, и это ещё Авиценна так лечил. То есть получается тогда уже врачи знали, в какое направление двигаться. Да, они неправильно направились. То есть они создали предпосылки для того, чтобы создать современные методы лечения. Также мы говорили о деревне Рыбли. Цельсия он предложил, не предложил, и предложил, и он делал эту операцию. Он с помощью крючка удалил эти варикозные сосуды. Это данный момент сейчас мы пользуемся. Это называется минифлебектомия. Врачи до сих пор, современные методы хирургии считаются, делаются минифлебектомия. То есть маленький прокол, через прокол варикозные сосуды удаляют до сих пор. Это предлагали ещё в деревне Римли. То есть ещё в древнем мире люди пытались бороться с этим заболеванием. Ещё в деревне Китай предложил, они пытались лечить пявками, иглоукалывание, контрастные ванны, правильное питание, компрессионные, тогда они компрессионные трикотажа предлагали. И они пытались ходьба и питание. Ну, правильное питание. Ну, и я думаю, в течение нашего разговора мы как раз-таки поговорим, что вот из этих древних способов лечения перешло в нашу современность. В нашу современность, а что можно, наверное, оставить за рамками. Давайте всё-таки поговорим о самой болезни. Что мы конкретно называем варикозом? Что это за болезнь и вообще как она проявляется? Варикозы, как она проявляется, варикозы расширения, это прогрессирующие хронические, медленно прогрессирующие заболевания, расширение вен. Давайте сначала поговорим, чтобы понять патологию, надо знать анатомию. Да, чтобы телезрителям было понятно. Да, чтобы было понятно. К сосудам относятся артерии и вены. По артериям течёт кровь с насыщенным кислородом от сердца к органам, к ногам. То есть по венам течёт кровь, это обратный ток. То есть из ног, получается, в сторону сердца. Варикоз как раз это заболевание вен. То есть понятно, да? К сосудам относятся артерия и вен, а варикоз – это заболевание вен. Вроде казалось бы, это одно и то же, но это, по идее, совсем разные органы. И у них у каждого и артерии, и вен – свои заболевания. Именно варикоз – конкретно заболевание вен. Потому что у нас пациенты часто приходят, вот у меня сосуды надо проверить. У обычных людей такого понятия нет, что вены и артерии – это разные органы, и у них свои заболевания. Откуда варикоз берётся, причина варикозного развития? Есть факторы риска. В основном здесь генетический передрасположенность. Это несёт семейный характер. Тем, у кого есть такое наследственность, у них больше риска появления варикоза. Кроме генетической расположенности, есть другие факторы риска, которые вызывают варикоз. Это малоподвижный образ жизни, поднятие тяжести, физические нагрузки. Например, тяжёлые атлеты, они поднимают тяжести чрезмерную. Гормональные нарушения на фоне эндокринного расстройства. Беременность также является фактором риска во время беременности. Вены малого таза сжимается, то есть подвзошные есть, так называемые вены таза. Пережимается, матка увеличивается, отток по нижним конечностям нарушается, и варикоз начинается появляться. То есть кроме этих признаков есть ещё другие факторы риска. Это горячая процедура в ванне, бани, сауна, грязное лечение. Также мы говорили о авиаперелётах, на транспорте. Хорошо. То есть можно говорить о том, что, может быть, определённые профессии влияют и являются, может быть, факторами даже для появления этой болезни? Да, как раз мы говорили, малоподвижный образ жизни, статические нагрузки. Здесь как раз входят продавцы, в основном они стоят. Целый день на ногах проводят. И часто появляются у продавцов, и у хирургов часто появляются, у парикмахеров, правильно. То есть, получается, вот эти факторы должны совпадать, да? Если, например, у человека профессия продавец, и это не значит, что у него стопроцентно возникнет варикоз, да? К нему должен соединиться неблагоприятная наследственность, да, образ жизни. Ну, такое неудачное совпадение. То есть, да, не у всех атлетов будет, например, варикозная болезнь. Здесь должно быть и генетическая расположенность, и факторы искалишения, и вес, например, тоже влияют на варикозную болезнь. Хорошо. А на какие симптомы мы должны обратить внимание? Симптомы бывают, если у вас только начинается и появляется варикоз, ноги начинают беспокоить, тяжести чувствуются, в конце рабочего дня появляются отёки, извитые, выпирающие вены над кожей. То есть, постоянно. И ночные судороги в основном часто бывают. Хорошо. То есть, вот именно на эти факторы нужно обязательно обратить внимание. Если эти симптомы есть, можете обратиться. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Каковы причины возникновения варикоза, одного из самых распространённых заболеваний во всём мире? Можно ли его избежать? И что будет, если вовремя не обратиться к врачу? Итак, сегодня мы говорим о варикозном расширении вен нижних конечностей, о диагностике и методах современного лечения. И у нас в гостях, я напомню, врачей клиники «Варикоза.нет». Это хирург-флюболог Сулайман Конгилдеев и сердечно-сосудистый хирург Бигзот Базоров. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭТИМ Сахараде. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Вы можете звонить и задавать свои вопросы участникам нашей программы. Это, я напомню, врачи клиники «Варикоза.нет». Итак, следующий вопрос звучит таким образом. Можно ли вылечить варикоз самостоятельно? Конечно, варикоз самостоятельно нельзя лечить. Эти препараты, мази и народные средства, они снижают только симптомы. На проявление варикозной болезни, на клапаны они не действуют. Они лишь снижают симптомы. Хорошо. А какие на сегодня есть современные способы обследования, диагностики? Из современных способов. Вообще, если варикозная болезнь проявилась, если она диагностирована, только избавиться от этого недуга может только оперативное лечение. Что касается диагностики, диагностика, золотой стандарт – это УЗИ-обследование. То есть пациент должен обратиться, может, к хирургу направить на УЗИ-обследование. Наша клиника что предлагает? Мы предлагаем всё в одном месте. Врач-хирург-флеболог, который именно занимается узкой именно варикозом. И у нас, наши врачи сами проводят УЗИ-обследование. То есть УЗИ-обследование, осмотр специалиста, уже даёт исчерпывающую информацию и окончательный диагноз. Да, золотым стандартом считается УЗИ-диагностика. Хорошо. А какие осложнения могут возникнуть, например, у пациента, у которого был диагностирован варикоз? Осложнения бывают и тромбофилибиты. Часто образуются в этих выпирающих венах тромбы. И филибит – это воспалительный процесс. Стенки вен воспаляются, организм воспринимает это как угроза, и в этих местах образуется тромб. Это первое осложнение. Бывает ещё при язве, при 6-й стадии варикоза, при запущенных случаях, в язвах они могут инфицироваться. Эта инфекция может попасть в большой круг кровоток, и это называется генерализованная инфекция, это называется сепсис в народе. Ну и к тому же, если не лечить, в запущенных случаях вот эти ранки, мелкие язвы, кожные изменения, они могут постоянно быть у пациента и принести вот так, ухудшить качество жизни. Качество жизни. Ну, например, у женщин. Это, мне кажется, косметический эффект тот же, если взять, да? Да, конечно. Если вены проявляются на ногах у женщин, конечно же, это не очень хорошо. А вот отличается ли течение данной болезни у мужчин, у женщин, и вообще кто болеет чаще? Ну, всё-таки небольшая разница есть. Женщины чуть чаще этим страдают. Ну, это объясняется несколькими причинами. Во-первых, женщины больше следят за собой. У нас даже бывают случаи, что мужчины с опущенным случаем варикоза приводят именно женщины сами. Ну, среди пациентов, обратившихся, у нас, конечно, женщин больше. Но варикоз, в принципе, она одинаковая. Протекает одинаково. Протекает одинаково. Единственное отличие, то, что у женщин, у них связано с беременностью родами. После каждой беременности родов у них ухудшается именно варикоз. Так ступенчатообразно. Хорошо, дорогие друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. И сегодня мы говорим о таком заболевании, как варикозное расширение вен нижних конечностей. Говорим о диагностике и современных методах лечения. А вот давайте, кстати, обратимся к современным методам лечения. И что из древности мы взяли в сегодняшний день? И, может быть, есть какие-то абсолютно новейшие методики? Расскажите о них, пожалуйста. Как мой коллега рассказал про историю, было очень интересно. Со времен, есть в основном, вот в наше время два метода лечения, да, в основном, грубо говоря. Это традиционное удаление вен, о котором, как историк говорил, говорил мой коллега. Ну, это удаление крючками, перевязывание этих вен. То есть физическое удаление этих вен оттуда. То есть флибектомия называется, делается у нас в городе традиционная. Это под наркозом или под спинномозговой анестезией. Эти вены через разрезы перевязываются, пересекаются, удаляются, грубо говоря, оттуда. Вторая методика. Мы занимаемся лазерной хирургией. Мы всё проводим без наркоза, под местной анестезией, через проколы посредством лазера. Проводим лазер именно больные вены, да, и на месте их посредством лазера уничтожаем. То есть подаём температуру. Ну, всё, местное обезболивание, пациент этого не чувствует. То есть лазерная коагуляция называется. Да, спаиваем вены изнутри. То есть лазерная хирургия – это малоинвазивная хирургия, без наркоза, никаких разрезов не будет. После операции никаких шрамов не остаётся. Да, хороший космический. Есть микропенная склеротерапия при первых стадиях варикоза, когда у женщин появляются сосудистые звёздочки. Миткие сеточки, да. Проводится микропенная склеротерапия, вводится, этот пункт вводится внутри вены, где поражённые вены, и косметический дефект, туда вводится препарат, после чего эта вена склеивается. И они исчезают в косметическом плане. А вот мази, гели, таблетки, эти способы, они применимы на сегодня? Да, это можно комбинировать. Мази травами, как мы говорили, таблеткам нельзя лечить варикоз. Они только снижают симптомы. Но комбинировать можно. Когда мы не можем проводить операцию, тогда, да, таблетки можно поддерживать. Также компрессион, не только таблетки и мази. Кроме таблетки и мази, ещё будем назначить компрессионный трикотаж. А компрессионный трикотаж, это создаёт давление, улучшает двенозный кровоток, а не поддерживающее лечение. Но даже это поддерживающее лечение, оно всё должно быть, конечно же, по назначению врача. Всё по назначению врача. Хорошо, у нас поступил телефонный звонок, давайте послушаем его. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. У меня вот такой вопрос. Почему при варикозе на ногах образуются шишки? Шишки – это у нас как раз, где поверхность расположена веной, в этих местах начинается выпирать вены. Из-за обратного сброса, из-за клапана недостаточности вены начинается выпирать. Расположение этой подкожной вены, варикоз бывает подкожных венах в основном. Расположение у всех по-разному. У кого-то подкожная жировая клетчатка, у всех по-разному. Поэтому у кого-то полтора сантиметра в глубине, у кого-то она расположена поверхностно. У кого поверхность расположена, эта вена начинает выпирать, начинают образоваться шишки. Как раз это говорит о том, что стадия уже запущенной стадии, и в этих местах образуется тромб. Да, то есть отток крови нарушен, кровь во время не уходит, застаивается много крови, давление повышается, и вот эти вены из-под кожи прямо выпирает, и кажется, что это какие-то шишки. То есть они с нагрузкой не справляются, начинают набухать, и они становятся извитые. У заболевания есть какие-то стадии, да? Да, есть стадии. Сколько стадий? Есть классификация СИАП, по СИАПу есть шесть классов. Первый класс, когда появились тяжести в ногах и сосудистые звёздочки. Ну это, мне кажется, наиболее частое такое. Сейчас мы как раз видим первую стадию этого варикоза, есть вторая стадия варикоза, когда как раз выпирающие вены, извитые вены появились. Вот здесь мы увидим как раз вторая стадия варикоза, подкожная вена начинает деформироваться, из-за клапаней достаточно. Это вторая стадия. Есть третья стадия варикоза, когда уже начинаются появляться отёки. Отёки переходят на постоянный характер. Вначале они в нижней части голены, и отёк постепенно поднимается вверх. Есть четвёртая стадия варикоза. Четвёртая стадия варикоза – это кожа начинает меняться из-за постоянного отёка, страдает подкожевая клетчатка, кожа, потому что венозная кровь – это отработанная кровь. Меняется физиология, да? Да, меняется физиология, отработанная кровь, и поэтому появляется пигментация тёмно-коричневого цвета. Есть пятая стадия варикоза, когда начинаются язвы. Пятая стадия – это зажившая язва. Как раз мы здесь видим, если у него не обращать, здесь пятая стадия варикоза, здесь и потемнение есть, и зажившие язвы. Шестая стадия – это уже открытая язва. То есть в любом случае, при любой стадии мы обязательно можем обнаружить у себя это заболевание. Да, варикоз – это прогрессирующее заболевание. Если мы не будем лечить, если мы обнаружили у себя первую стадию, если мы не будем лечить варикоз, то, конечно, появится и вторая стадия. Если не второй не лечим, тогда третья стадия, и отёк появляется, и также потемнение кожи. Ну, а я хотела бы задать следующий вопрос. Я думаю, что очень часто его вам задают пациенты. Стоит ли вообще удалять варикозные вены? А как вот жить дальше? Смотрите, мы говорили, по венам кровь течёт вверх. У нас есть подкожные вены и глубокие вены. Страдает у нас подкожная вена. В норме по подкожным венам 5-10% крови поднимается вверх. По глубоким венам, глубокие вены у нас считаются трудяги. В основном кровоток поднимается за счёт глубоких вен. А когда страдают подкожные вены, они не то, что не работают. Они неправильно, наоборот, неправильно работают. Они загружают остальные вены. Страдают другие вены. Другие вены не могут подведать. То есть, получается, как плохой помощник, получается, он начинает создавать проблемы другим венам. А когда эту вену вылечиваем, закрываем, уже другие вены спокойно работают. Им никто не мешает, грубо говоря. Им уже никто не мешает. Отлично. У нас вновь телефонный звонок. Давайте послушаем. Возьмите наушники. Алло, добрый день. Здравствуйте. У меня вопрос. Оближ на каблука вызывает варикоз или нет? Очень женский вопрос. Конечно же, он волнует прекрасную половину. Каблука носить, конечно, красиво. Но если это дозированных, куда-нибудь сходил на какое-то мероприятие, я не думаю, что это вызовет. Но если постоянное ношение, конечно, усугубляет. Если тем более предрасположенность к этому варикозной болезни, он будет уже быстрее проявляться. И надо еще отметить, что высокий каблук, вообще неудобная обувь, она не только на варикоз влияет, он и на суставы влияет. Но в любом случае будет отрицательно влиять. Да, обувь должен был удобный и правильно подобран. Конечно, это влияет на здоровье пациента человека и на состояние вен. Вот этот каблук как раз блокирует функции мышцы, и отток нарушается, и проявляется варикоз на фоне каблука. Хорошо, дорогие друзья. Сейчас мы снова прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. А я напомню, что сегодня у нас находятся врачи клиники «Варикоза нет». И сегодня мы говорим о варикозном расширении вен, нижних конечностей диагностики и методах современного лечения. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Каковы причины возникновения варикоза, одного из самых распространенных заболеваний человека во всем мире? Можно ли его избежать? И что будет, если вовремя не обратиться к врачу? Итак, сегодня мы говорим о варикозном расширении вен, нижних конечностей, о диагностике и методах современного лечения. И у нас в гостях врачи клиники «Варикоза нет». Хирург-флюболог Сулайман Кингилдеев и сердечно-сосудистый хирург Бигзот Базоров. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на волнах «Татим Саха Радиета». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. И у нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день. Здравствуйте. Вопрос хочу задать. Угу. Хорошо. Давайте попробуем ответить на эти вопросы. Какой стадии? Операция предлагаем. Мы уже показали вторую стадию. При первой стадии мы не проводим операцию. При второй стадии, когда уже появились эти набухшие выпирающие вены над кожей, которые мы видим, тогда уже можно будет проводить операционное лечение. При второй стадии. Дальше уже при третьем также можно лезть. Со второй стадии начнём лечить варикозную болезнь. И о стоимости спросили? Стоимость зависит. Это после консультации, после обследования зависит, какая вена поражена, какие вены. И объём, наверное, поражения. И с этого будет стоимость. Хорошо. И следующий вопрос я хотела бы задать. По лазерной хирургии всё-таки современные методы лечения интересуют наших, я думаю, и телезрителей, и радиослушателей. Так, у нас показывает ещё один телефонный звонок. Давайте на него ответим. Алло, добрый день. Слушаем вас. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос. А плоскостопие как-нибудь влияет на образование варикозы? Спасибо. До свидания. Ну, если плоскостопие давно, если с детства у человека плоскостопие, всё же этим плоскостопием прожил человек, да, где-то больше, после 40 лет он может, конечно, ухудшить ситуацию. Опять же, если предрасположенность есть, плоскостопие, конечно, может ухудшить, он может ухудшить не только варикозную болезнь, да, связочный аппарат, но и на большие, крупные суставы он плохо будет влиять. Потому что плоскостопие – это заболевание стопы, а стопа у нас – это самое главное, что касается ноги нижней конечности. Так, и лазерная хирургия всё-таки, давайте ответим на мой вопрос, да, как проходит эта процедура, нужна ли какая-то специальная подготовка к этому? Лазерная хирургия, мы уже говорили, это малоинвазивная хирургия, делается под местной анестезией, местное обозболивание, самые неприятные ощущения только проколы, инъекции. Никаких шрамов не остаётся, особая подготовка не требуется. Восстановительный период? Восстановительный период, на следующий день пациенты уже могут выходить на работу, трудостроиться, не нарушается. То есть госпитализация не требуется? Госпитализация не требуется, всё проводится в амбулаторных условиях. Большая часть наших городских пациентов, которые в городе живут, они больничные не берут, они продолжают выходить на работу. Ну, естественно, кто не работает кровящиком, но тяжелых, офисные, рабочие. Хорошо, понятно, у нас вновь телефонный звонок, давайте. Послушаем. Алло, добрый день. Алло. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Насчёт вопроса у меня такой. Вот, например... Алло, здравствуйте. Да-да-да, слушаем. Насчёт вопроса у меня такой. Например, варикоз снаружи ничего не видно, да, вот, например. Варикоза как сосуды не видно, но болит внутри. Это тоже варикоз, да? Так, вот такой вопрос у нас. Да, мы говорили, вены расположены у всех по-разному, у некоторых глубже расположены. Может, и есть обратный сброс, но выпираешь, и вены могут не быть. Это точно у вас есть варикоз или нет, мы можем сказать, после обследования, после узодиагностики. Возможно, вена у вас хорошая, даже и какое лечение надо. Возможно, боли не связаны с варикозой. Нужно обязательно прийти на консультацию? Нужно, да, прийти на консультацию. Хорошо. А теперь мне хотелось бы, чтобы наши режиссёры показали сюжет, да, небольшой. Мнение пациента клиники варикоза нет, который проходил лечение у вас. Давайте посмотрим. Тяжесть, боль, отёки. С такими проблемами вынуждены жить люди, которым поставлен диагноз варикоз. Быстро и безболезненно избавить человека от этого недуга могут специалисты клиники варикоза нет. Ну, операция прошла великолепно. Это 9-10 месяц назад, почти 2 дня операция шла. Почему? Потому что очень вены были сложные у меня, закрученные были. Особенно вот в одном месте такая шишка образовалась, аж вены там закрутились, понимаете. И как бы кровь не проходила, тяжело было. Значит, ночами судороги конкретные, судороги по несколько раз. Постоянно ноги замерзали, как будто вот по льду ходишь. Дома жарко, всё вот так. Ноги трогаешь, вроде тёплые, а в самом деле они холодные, понимаете. Вот такая, мучился я очень долго. Много лет никак не мог настроиться. Да и навигация у меня, работа такая, понимаете, постоянно. Вот 8 месяцев навигации и так далее. В прошлом году просто увидали мою вену, я в шортах пришёл на работу. Ребята мои увидали, сказали, Борис Алексеевич, что ты? У тебя, что за нога-то у тебя такая? А парень, мне рабочий, ну мой, сказал, говорит, у меня, говорит, маму лечили. Вот там-то, 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 там-то. Сказал, адрес дал, телефон. Ну, я обратился в эту фирму, клинику. Вот, барикоза нет. Ну, они меня пригласили, я приехал. Сначала первый раз, в августе был. Ну, вот так как я навигацию ещё не закончил, я говорю, я лучше приду зимой, когда всё это утихомирит у меня, когда я успокоюсь и так далее. Ну, второй раз я прихожу, позвонил, они пригласили. Коллектив очень дружный такой, вежливый. Ну, аж действительно, профессионалы работают здесь, в этой сфере. Всё, УЗИ и так далее, ну, врач потом прошёл, я, значит, анализы сдал, все анализы, сколько, какие положено, ЭКГ, ну, все-всё, вот, кровь и так далее, и тому подобное, всё они проверили. Всё, сказали, добро, можно делать операцию. И два дня, 9-го, 10-го, значит, делали операцию. Потом, через неделю я ходил, постоянно обслеживался, смотрели через УЗИ, смотрят, раза-два уколы ставили мне, потому что это, УЗИ вот этот, плохо рассасывался. Сейчас более-менее уже почти на 80% он рассасался. А те вены, которые были, спали сошены, они исчезли, их не стало, всё уже. Как в сказке, понимаете? Я очень доволен вот этой системой. Надо было, если бы они такую, открыли бы пораньше вот это, народу бы очень довольны бы, все ходили. И операция происходила, я так, знаете, я даже не шутил ничего. Просто как будто вот оса кусает, доктор, хирург предупреждает себя, говорит, буду уколы ставить, обезболивающие, терпите. Я думаю, что там терпеть-то, господи, болезни-то нету совсем. Ну вот так прекрасно, вот два дня оперировали, потом схожу на обследование, ношу компрессионные чулки, первый, второй класс, на ночь другие переодеваю. Мазать надо, мази выписали, таблетки пьём, обязательно это, понимаете? Земля и небо сейчас стало. Я ночами уже не скрикиваю, не поднимаюсь, не беру вот эти зубочистки, не тыкаю по ноге вместе с женой. Это невозможно было, серьёзно, вот с криком поднимался, как будто кошмары снятся какие-то. Ну и это, сейчас всё, и ноги не мерзнут, прекрасно становится всё. Я думаю, в дальнейшем вообще хорошо будет. Я начну как раньше и бегать, тренироваться и так далее, нагрузку давать. Но это уже не сразу, конечно, это доктор сказал, это говорит, берегите, это вена сосудистая, это равносильно, что операцию делают на сердце, понимаете? Поэтому нельзя говорить, что вот на ноге сделали операцию, сделали вену, там убрали, и ходить можно спокойно. Нет, надо соблюдать правила, что приписывают доктора здесь, в этой клинике. И я знаю случаи такие, у меня два года назад двоюродная сестра умерла, тоже ей 65 лет было, от варикоза запустили, ногу отняли и так далее, осложнение пошло в деревне. И вот, пожалуйста, много таких очень случаев, поэтому запускать нельзя ни в коем случае, шутить с этим нельзя. Клиника варикоза нет. Звоните 319-019. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Действительно, можно ли предотвратить варикоз, например, на ранних стадиях? Да, если мы говорили, если есть вторая стадия, мы уже прооперировали, то есть уже всё, варикозной болезни нет. Но может прогрессировать или нет, заново появится варикоз или нет. Вот видите, мы говорили, есть факторы риска, генетические расположенности и факторы риска, малоподвижный образ жизни. Однажды вызвал варикоза, если не продолжать такой же образ жизни, возможно, появится и второй раз. А можете ли вы посоветовать что-то нашим телезрителям, радиослушателям? Какой совет вы найдете? Совет ходьба, самый главный, при полётах носить компрессионный трикотаж у тем людям, у кого есть генетическая расположенность и следить за весом, тоже являются факторы риска. Правильное питание, питание, которое содержит большой калий, магний, который укрепляет венозные стенки. А также, если у вас сидячая работа, если долго находиться, ну, даже если стоит человек долго в одном положении, приходится находиться, но периодически прерывать надо это положение, вставать, ходить, так сказать, облегчить ноги, как сказать, раздышаться, дать ногам, тогда улучшится отток крови и снимется нагрузка на вену. Положить ножки на столе, и отток восстанавливается. Хорошо, я знаю, что у вас буквально в эти дни проходят очень интересные акции, о ней, надо сказать, если человек, например, сомневается. Ну, здоровье, конечно, наше всё. Мы периодически проводим, наша клиника проводит периодически акции. На этой неделе, до конца недели проводим акцию о пенсионерам при наличии пенсионного удостоверения. Первичный приём с осмотром на УЗИ 600 рублей. Хотелось бы, чтобы наши пожилые, если какие-то у них проблемы есть, пришли, обследовались, приходите. Проблемы или, может быть, даже сомнения какие-то есть? Хорошо. Я благодарю вас за очень интересный, я думаю, содержательный разговор. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». И сегодня мы говорили о варикозе, одном из самых распространённых заболеваний на сегодня. Всего вам самого доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok